Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда TVT-Expert. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе. Те, кто подключался к трансляции, спасибо, что подключились, но, к сожалению, у провайдера что-то не лады с YouTube. Так-то интернет крутой, но как только начинается стрим, сразу падает в ноль. Возможно, ну, короче, я не знаю. Будет запись. Здесь, по поводу американского доллара, образование крутой дивергенции кумулятивных дельт ранее, да, ознаменовало формирование локального максимума по этому инструменту. Дельта была связана с тем, что по объему много покупали, по количеству больше продавали. Вот эти маленькие пипточки, которые зеленые вверху, то, что маленькие, это не означает, что там мало покупали, потому что это кумулятивная дельта, соответственно, она учитывает все то, что было продано до этого. То есть много продавали, вот, и все вот это выкупили и еще и больше купили. Соответственно, покупок здесь было достаточно. Вот, окей, по американскому доллару дальше. В понедельник, в прошлый и в пятницу мы говорили о том, что закрепление ниже вот этой области, области дисбаланса, да, и будет ознаменовать как раз продолжение дальнейшей нисходящей траектории. Текущее падение не связано с рыночными условиями. Это на самом деле бэквардация, когда будущий контракт, сентябрьский в данном случае, торгуется дешевле, чем прошлый контракт. Вот, и таким образом при склейке этих контрактов у нас происходят гэпы, разрывы. Но на самом деле это не торговый гэп. Вот, окей, по американскому доллару я считаю, что здесь есть смысл рассматривать дальнейшее нисходящее движение. На этой неделе будет достаточно много данных с США. Это индекс потребительских цен, индекс цен производителей и ВВП данные. И после всего этого блока у нас еще выходит Федрезерв, который решает поднимать или не поднимать ставку. Рынок ожидает, что поднимать никто не будет. 5.25 так и останется. Вот, но посмотрим, возможно будут сюрпризы, так как австралиец и канадец преподнесли сюрпризы. Не поднимали, не поднимали, а потом таки поднимаем еще на 25 базисных пунктов. Посмотрим, возьмет Фед паузу или нет. В любом случае я считаю, что в среднесрочной перспективе для американского доллара открыта дорога вниз. На этом фоне остальные валюты чувствуют себя неплохо. Так, по европейской валюте есть смысл рассматривать продолжение лонгового сценария. Текущий рост, опять же, не связан с рыночными покупками, еще чем-то не. Это контанга, когда будущий фьючерсный контракт, он же сентябрьский, торгуется выше, чем текущие цены, текущий спот. Либо текущий фьючер. Вот, таким образом у нас и снова произошла склейка уже без гэпа, без разрыва, а с соединением, грубо говоря. Так, по европейской валюте сототчеты указывают на то, что лонги плавненько закрываются, шорты плавненько открываются фондами. Хеджеры, в свою очередь, наоборот, открывают лонги, причем больше, чем фонды закрывали и закрывают по чуть-чуть шорт позицию. Неподотчетные трейдеры заходят активненько в шорт позиции. Поэтому я считаю, что на фоне новостей, на фоне блока вот этих всех новостей, для европейской валюты есть еще шансы на то, чтобы на этой неделе чуть-чуть вырасти. Эти шансы связаны еще с тем, что рынок закладывает высокую вероятность, рынок закладывает высокую вероятность того, что ЕЦБ поднимет процентную ставку на текущем заседании. Таким образом, если ФЕД не поднимает, ЕЦБ поднимает, это снова небольшой перекос в монетарной политике, это уменьшение этого перекоса. И таким образом, для европейской валюты это хороший повод подрасти где-то в район 1,1. Возможно, не за текущую неделю, там еще очень важно будет, что будущее монетарной политики. Планируют ФЕД поднимать или нет, или таргет уже по инфляции достигнут, потому что инфляция на самом деле уже плавно снижается. И вот ожидания на текущие данные по штатам, падение с 4,6 до 4,1, существенное падение. Точно такая же ситуация и в еврозоне. В конце недели планируется, ну, ожидаются, что мы получим данные по инфляции, там существенное снижение. Вот таким образом, возможно, и ЕЦБ не поднимет, но посмотрим. В любом случае, на текущий момент все складывается таким образом, что для европейской валюты есть смысл легче двигаться дальше вверх. Так, швейцарский франк, здесь пока ничего интересного, если мы посмотрим на сот-отчеты, то мы увидим, что в основном открывались шорт-позиции, но и лонги в том числе открывались на локальных минимумах. Да, мы с вами говорили о том, что если фонды не начнут сокращать свою лонговую позицию, а то, что было на прошлой неделе, это просто разовая история, то с большей вероятностью швейцарец продолжит свое движение вверх. Вот таким образом, в принципе, сейчас и развивается. Вот у нас сформировалась такая небольшая база. Вот так. Вот небольшая база, с которой как раз и есть смысл торговать эту историю в лонг. На текущем фьючерском контракте такого движения еще не произошло пока что. Поэтому я рассчитываю на то, что с этого места мы еще увидим забег вверх. Дальше у нас австралийский доллар по австралийскому доллару. Сототчеты указывают на то, что закрываются и лонги, и шорты со стороны фондов. Причем смотрите, как агрессивно лонг-позицию закрыли. Хеджи, в свою очередь, небольшую лонг-позицию открыли. Ну и неподотчетные трейдеры шорты закрывают. Ну это понятное дело, что шорты закрываются на локальных максимумах. После того, как у нас образовалась дивергенция, дисбаланс кумулятивных дельт, мы видим, что цену вытолкали дальше вверх, и соответственно мы сейчас отошли от этой области. И основная идея моя в том, что мы вернемся к области дисбаланса, к вот этой дивергенции. И на текущий момент, как вы видите, цена двигается тоже в дисбалансе небольшом, потому что больше продают по рынку, больше объема. Но количество сделок больше проходит пока на покупку. Вот таким образом я жду образования, формирования точки входа по этому инструменту и плавную отработку вниз. Так как Банк Австралии поднял процентную ставку, и это уже заложено в цены, а по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики особо не шлось. Соответственно, драйверов для дальнейшего движения вверх особо нет. Плюс фонды фиксируют свои позиции. Вот это большое давление на цену, серьезное давление на цену. И таким образом основной сценарий это либо с прострелами небольшого вверх снижения, либо сразу сегодня прям и снижение. Окей. Дальше у нас по Новозеландцу пока особо ничего там не поменялось. Если мы посмотрим на сотоотчеты, то здесь так себе ярких каких-то изменений, к сожалению, нет. Та-давай. Сейчас оно подумает, разберется, и мы продолжим. Так, новозеландец. По новозеландцу все супер. Особых торговых идей нет. Я рассчитываю на то, что у меня по австралийцу появится точка входа в шорт, и таким образом я возьму вот этот спред между австралийцем и новозеландцем. Либо просто голую точку входа в шорт отработаю. По австралийцу будет видно как раз по расхождению. И в этот момент новозеландец сделает движение вверх или все-таки не сделает. Потому что, как вы видите, здесь контанга нет по новозеландцу. Канадский доллар тоже пока торговых идей особо нет. Ну, я сижу в шорте и планирую его добирать. Поэтому новых торговых идей пока что нет. Учитывая то, что они тоже ставку подняли. И по поводу дальнейшей монетарной политики пока туманные перспективы. За большую вероятность они ее больше поднимать не будут. Так как во всем мире инфляция чуть снижается. Соответственно, это зацепит и канадскую экономику в том числе. То есть, тренд снижения экономики. И, скорее всего, им не придется повышать дальше процентную ставку. Соответственно, и дальнейших драйверов для роста национальной валюты на международном рынке особо нет. Окей, британский фунт. Давайте, кстати, канадский доллар. Здесь, как вы видите, фонды тоже закрыли существенную позицию. Британский фунт. По британцу особо сильных изменений, к сожалению, нет. Соответственно, текущее движение вверх, оно более технично. И связано с тем, что уже ранее накопили позицию. Ее не сбрасывают. Да, мы с вами говорили о том, что было бы интересно увидеть обновление локальных минимумов. И после этого, ну, вынос вот этих даже минимумов. Вот. И после этого понаблюдать за суть отчетами, будут фонды сокращать свою лонговую позицию или нет. За последнее время они ее практически не сократили. Грубо говоря, потому что они накопили огромную лонг-позицию с этого момента. Вот. И до текущего момента сбросили буквально совсем чуть-чуть. Ну, это нормально, когда часть позиции фиксируется перед экспирацией, перед важными новостями, заседаниями и так дальше. Вот. Соответственно, по британцу здесь пока лонг-приоритет сохраняется, у нас существенная сила сидит. Да, это фонды, которые хоть и не накапливают, но пока и не сбрасывают. Соответственно, обновление локального максимума более вероятно. Дальше, ну, я пока среднесрочные позиции удерживать не планирую. Так, поспекулировать внутри дня, внутри недели по британцу. Учитывая то, что высокая заинтересованность публики, открытый интерес достаточно высокий. Вот. По сототчетам это означает, что инструмент будет двигаться волатильно. Да и так, в последнее время, посмотрите, он достаточно волатилен. Спасибо понедельнику за отличное начало. Да. Дальше у нас японская иена. Здесь пока ничего интересного. Это склейка. Обновление локального максимума и закрепление выше этой области. Вот тогда я рассмотрю. Лонг-позицию по крипте. Достигли области поддержки. Ну, вот дальше шортить уже не хочется, так как там существенная лимитная поддержка. Но и лонговать пока, ну, пока нет. Пока вот эти все регуляторные войны, там, на бюнанс, на сизи, на коинбейс подали в суд, пока они все не решат. Пока хоть не будет малейшего какого-то просвета и понимания в этой ситуации. Вот до этого момента я не вижу смысла покупать, ну, разве что будет прям существенный провал. Да, то есть вот такая какая-то история, тогда окей. Но вы должны понимать, что основной лимитный спрос, он находится в диапазоне 25-525. Если его удовлетворят, то я не уверен, что сразу появятся новые покупатели ниже. Вот, скорее всего, не появятся до момента прозрачности вот в этих всех регуляторных историях. Поэтому мелкие альткоины без проблем можно еще шортить. Они еще будут падать, так как там особых и поводов не нужно для того, чтобы они падали. Они, грубо говоря, 80% времени падают и только 20% времени растут. Соответственно, выбираем тот альт, у которого инфляция чуть повыше 20% годовых. Там есть и 50%, где эмиссия растет на 50% каждый год. Это первое. Выбираем те инструменты, где у нас ликвидности не очень много, но есть фьючерсный контракт. И вот там уже можно, так как даже небольшие продажи будут приводить к снижению цены. По золоту пока ничего не поменялось. По нефти пока тоже ничего не поменялось. Накапливаю лонговую позицию с целью сбрасывать ее в районе 73-74. Медь тоже планирую начинать покупки вот в этом диапазоне накапливать. То есть раз и локальный минимум. Цена подходит к локальному минимуму. И вот плавно-плавно можно подкупать. Можно не фьючерсный контракт, можно не ETF-фонды, которые удерживают эти фьючерсы. При движении цены вверх, при приближении к верхней границе, вот к этой, есть смысл сбрасывать всю позицию, точнее фиксировать профит. Окей, так, что у нас еще интересного? Пшеница пока ничего. Фондовый рынок, тоже склейка, тоже отличное движение вверх, но происходит оно на дисбалансе кумулятивных дельт. Интересно будет понаблюдать за состоянием рынка. Ну, во-первых, на этой неделе будет волатильность. Это точно. Экспирация, экспирация фьючерсов, опционов, экспирация, все. Да, это первые, первых два пункта. Данные по инфляции, по всему. И Федрезерв. Вот, вот эта комбинация дикой волатильности. Соответственно, на такой, ну, повышенной волатильности, во-первых, а, будет хорошая возможность продавать опционы, б, грид-системы, которые, ну, сеточники, да, но там не с супер агрессивным набором, так как цену могут действительно развернуть. Я рассчитываю на то, что все-таки у нас формируется локальный максимум, и после образования этого локального максимума цену продавят немного ниже, так как и Федрезерв может удивить, и инфляция может негативно удивить, да. Вот, поэтому факторов, которые могут негативно удивить, больше. Позитивный фактор, который уже в цене, это то, что инфляция снизится, что Федрезерв не поднимет процентную ставку и, скорее всего, не будет ее поднимать. И, ну, еще и, возможно, какие-то положительные ожидания по пресс-конференции тоже уже в цене. Вот, а негативные факторы, они пока не в цене, соответственно, это вот как раз и может сыграть на руку. Так, по фондовому рынку хочу сказать, что фонды впервые открыли очень существенный лонг. Вот, впервые они на хаях залетели в лонг-позицию. И здесь позиция, смотрите, изменилась с минус 40, с 447 тысяч на минус 360 тысяч, да. То есть, ну, грубо говоря, там чуть более 70 тысяч контрактов лонгов было открыто, еще некоторое количество шортов было закрыто. Ну, шорты понятно, почему закрывали, а вот с лонгами на максимумах это очень странно. Вот, я считаю, что как раз вот этот переворот, он и ознаменует локальный максимум по текущим фьючерсным контрактам. Окей, середина месяца у нас в фаворитах британец против японской иены, да. То есть, если посмотреть на общую динамику валют, то мы видим, что на первом месте у нас лучше всего растет на текущем фьючерсном июньском контракте британский фунт и канадский доллар, да. А в аутсайдерах японская иена. И снова повторяется та же история, что и в прошлые месяцы. То есть, либо британец, либо канадец в шорт в какой-то момент нужно будет определиться. Вот, и японская иена в лонг. Я не планирую отходить от торговой стратегии, даже с учетом того, что два предыдущих хода в эти спреды дали негативный результат. Поэтому, окей, welcome. Если кому интересно, есть смысл отработать эту торговую идею. Расхождение существенное. Ты в целом, вот как раз канадец против японской иены мне больше всего нравится, так как по канадцу там и фонды закрывают лонговые позиции, чуть-чуть открывают шортовых. Вот, соответственно, есть дополнительное давление, не только ценовое, не только... Ну, короче. Есть дополнительные факторы, которые могут повлиять на сближение этих спредов. Более детально поговорим уже в пятницу. Всем спасибо за внимание. До встречи в пятницу. Будем подводить итоги недели. Спасибо за то, что присоединились. Ставим лайк этому видео, если узнали для себя что-то новое. И хорошей торговой недели. Продолжение следует...